Опера «Юнона и Авось» и романтическая история, ставшая ее основой о любви русского дворянина и дочки коменданта Сан-Франциско широко известна. Но тот факт, что главный герой этой истории Николай Петрович Рязанов несколько лет жил и работал в Пскове, известно гораздо меньше. Именно об этом историческом факте мы вам расскажем сегодня. Родился Николай Петрович Рязанов в обедневшей дворянской семье в 1764 году в Петербурге. Получил хорошее домашнее образование и, отличаясь природными лингвистическими способностями, к 14 годам знал 5 европейских языков. 20-летний Николай Рязанов переезжает из блистательного Петербурга в Псков, где проведет около 5 лет. За ним следует его мать, сестра и двое братьев. Его же отец в то время находился в Иркутске под следствием за растрату. Кстати говоря, позже все обвинения с него были сняты. Николай Рязанов служил в Псковской палате гражданского суда. Суд носил внесословный характер. Коллежскому ассессору Рязанову приходилось рассматривать дела как крестьян, так и помещиков. Ежегодно Николая Рязанова командировали от палат в банковую контору, где он занимался заменой старых ассигнаций. В том числе банковая контора располагалась на Запсковье, в палатах купца Постникова, или, как называли это здание 17 века, мешок. Это здание сохранилось до сих пор. Более того, совсем недавно его отреставрировали. Это храм Сергия Залужья. Хоть находится он почти что в самом центре Пскова, он укрыт от людских глаз, находясь вот здесь, во дворе домов по Октябрьскому проспекту. В записях церкви сохранились следующие сроки. Храм посещали госпожа Александра Рязанова, 46 лет, дети ее, сын, коллежский ассессор Николай Рязанов, 24 лет, Дмитрий Петров, 21 года, сын Александр, 17 лет, дочь Екатерина, 16, а при них 18 дворовых. В Пскове Николай Рязанов карьеры не сделал. Последний год на службе находился скорее формально, все время был в отпусках в столице. Он уехал из Пскова, впереди его ждала блистательная карьера, которая началась в Санкт-Петербурге. В Петербурге Рязанов становится начальником канцелярии у графа Чернышева, а через некоторое время входит в штат помощников нового фаворита Екатерины II Зубова и даже иногда выполняет личные поручения императрицы. В 1794 году Зубов, не будем фантазировать о причине под благовидным предлогом, отправляет Рязанова в Иркутск. В Иркутске 30-летний Рязанов знакомится с Григорием Шелиховым, Колумбом Росским, основателем первых русских поселений в Америке, и женится на его 15-летней дочери, став таким образом совладельцем огромного капитала тестя. В браке у Рязанова родились двое детей, но, к несчастью, через 8 лет супружества жена Анна Григорьевна скончалась. Рязанов думал взять отставку и заняться воспитанием детей, но император российский Александр I предлагает безутешному вдовцу принять участие в готовящемся кругосветном плавании. Николая Рязанова назначают руководителем первой кругосветной русской экспедиции, целью которой было налаживание отношений с Японией и инспекция Аляски, Русской Америки. Он успешно выполнил это задание, стал коммергером и был направлен в Калифорнию, которая в то время была колонией Испании. В Калифорнии он знакомится с 15-летней Кончитой, дочерью коменданта крепости Сан-Франциско. Вспыхнули взаимные чувства, там же, в Калифорнии они обручились, после чего Николай Рязанов отправился в Россию, чтобы добиться разрешения на брак. Девушка была католичкой, и для свадьбы с ней были необходимы личные разрешения российского императора и папы римского. Николай обещал вернуться не позже, чем через два года. Кончита поклялась ждать. Жизнь Николая Петровича Рязанова трагически оборвалась по дороге из Русской Америки в Петербург. 43-летний дипломат серьезно простудился, в горячке и беспамятстве провалялся 12 дней, но как только почувствовал себя лучше, вновь отправился в путь. Однако Рязанов не рассчитал свои силы, был очень слаб и скончался, едва добравшись до Красноярска. Ты меня на рассвете разбудишь, Проводить не обутая выйдешь, Ты меня никогда не забудешь, Ты меня никогда не увидишь. Несоставшаяся испанская невеста узнала о смерти Рязанова только через год. Она пережила своего возлюбленного на 46 лет, никогда больше не пыталась выйти замуж, а к концу жизни вообще удалилась в монастырь. Эта печальная и романтическая история до сих пор будоражит умы людей, что подтверждает этот факт, что сегодня эту историю рассказали вам мы. Мы благодарим Псковский музей-заповедник за помощь в организации съемок и отель Покровский за поддержку проекта «Исфакт». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok